Друзья, всем привет! С вами проект ProTestDrive. Сегодня на тесте у нас будет очень необычный автомобиль. Наверное, все вы уже устали от того, что каждый новый мой тест с китайскими автомобилями. Сегодня, да, снова будет китаец, но китаец этот с яркими европейскими генами. Итак, друзья, ознакомимся. Jetta VS 05. Смотрим новый шильдик. Еще буквально позавчера я глядел на автовоз и думал, что это такое. Но после того, как мы отрываем глаза от шильдика, открываем капот и видим, что внутри у нас везде Volkswagen Group. Motor Volkswagen Group. Шланги VAC Group. То есть автомобиль полностью начиненный современными немецкими технологиями, немецкими запчастями. И на самом деле это есть не что иное, как свернутый в миксере автомобиль Skoda Karoq и автомобиль Volkswagen Taos. В общем, друзья мои, за 20 минут программы вы узнаете об этом автомобиле все, чего можно от него ожидать. Где ваши пределы окажутся больше, чем ожидания. На что способен эта машина. И, в принципе, единственное, что меня сейчас реально смущает. Я посмотрел, как у нас в багажнике оборудованы колесные арки. Уверен, что этот автомобиль достаточно шумный. Но для всех тех, кто боится покупать исключительно китайские бренды, именно Jetta, возможно, будет тем самым страховочным билетом, который продается через официальную делевскую сеть Volkswagen, в автосалоне Volkswagen. И, мало того, те, кто купил эти автомобили, уже у них прямо в ПТСе написано Volkswagen. То есть, в принципе, мы покупаем немецкого китайца или китайского немца, как угодно называйте. То есть, тем самым страхуем себя от того, что этот автомобиль как-то собран с нуля. Здесь у нас и лазерная сварка кузова, здесь у нас и узнаваемый дизайн. Но, кстати, китайцы, мне кажется, мордочку сделали даже поинтереснее. То есть, вот эти решения с дневными ходовыми огнями, рельефная часть бампера, светодиодные огни делают эту машину даже интереснее с внешней точки зрения относительно того же Volkswagen Taos. Но мы прекрасно знаем, что обзор автомобиля в салоне – это 3% знания об автомобиле. Все остальное мы сегодня узнаем на тест-драйве. Сзади тоже выглядит классно. Открываем багажник. Электропривода у нас нет, но открывается легко. Здесь полка, прикрывающая запаску из мягкого карпета. С одной стороны слева у нас есть держатели для домкрата и баллонника. Но вот эти вот боковые арочки меня, честно говоря, очень смущают, потому что шум через них будет пробиваться точно. И первое, что бы я сделал после покупки – это сделал шумоизоляцию колесных арок. Здесь все, в общем-то, неплохо. Давайте проверим. Вот здесь у нас есть ручка для закрывания. Штамповка кресел типичная, фольксвагеновская. В качестве обивки у нас используется так называемая эко-кожа. Единственное, что, мне кажется, спасет в жару или в лютых холодах – это перфорация. Здесь у нас софт-лук пластик, который выглядит мягким, но на самом деле достаточно жесткий. Но, мне кажется, это тот же самый пластик, который используется на автомобиле Volkswagen Polo. Нижняя часть уже выполнена с приятной мягкой вставкой. Прям красивой, с рельефным рисунком. Очень много вставок из рояльного лака. Ну, традиционная история. Здесь у нас есть даже такая вот шторочка. Ну, в принципе, все, что мы видим – это такой типичный Volkswagen Das Auto. Небольшой подлокотник без каких-либо изысков. То есть, просто глубокая яма. Здесь у нас, к сожалению, нет фиксаторов. Насколько удобные подстаканники, мы чуть позднее узнаем, поставив сюда водичку и кофе. Вот еще одна приятная мелочь. Есть небольшой такой люк у нас с движной шторкой. Если вы готовы, друзья, то поехали. Ключи в руках. Это первый автомобиль в городе. Сейчас посмотрим, как будет реакция на него. Ну, а нам, в принципе, пора садиться изучать его вживую. Ну, вот, традиционная Volkswagen-овская подсветка. О, электрорегулировки. Сидения медленные. Так, что у нас с регулировкой колонки? Ага, во всех плоскостях и к себе. От себя вверх-вниз. Так. А, ключ-то нам не нужен. У нас же кнопка старт-стоп. Обязательно я подключу свой шнурок. Кстати, здесь обычный классический USB. Мы все уже привыкли к Type-C. И посмотрим, заработает ли у меня Apple CarPlay. Разрешаю. Все, друзья, первый китайский автомобиль для Apple CarPlay. Не надо скачивать никакие приложения. Все, в принципе, вот у нас. Классно. Яндекс-карты, Яндекс-музыка, телефон. Да. Приятный, приятный момент. Мультифункциональный руль. Управление круизом. Управление мультимедиа. Я готов двигаться в путь. Поехали, ребятки. И так как сегодня жара. Я же вам не сказал, куда мы поедем-то. Мы сегодня зададим ему испытание трассой. Легкой, грунтовой дорогой. И немножко дадим ему бездорожье. Несмотря на то, что здесь передний привод. Но хочется проверить, как себя машина ведет на плохом грунте. И сможет ли он какие-никакие уклоны преодолеть. Едем мы с вами на Брятские Мальдивы. Или озеро Виктора Цоя. Где небесная чистейшая голубая вода. И, естественно, сегодня искупаемся. Но самая главная задача понять, собственно говоря, чего от этого автомобиля ждать, чего не ждать. Так что готовься к испытаниям. Поехали. Мотор у нас под капотом 1.4. Турбированный. Как и положено Volkswagen. Мощность выдает 150 лошадиных сил. То есть, в принципе, этот же самый мотор ставится и на Taos, и на Tiguan. Но коробка здесь, в отличие от Volkswagen, не DSG, а шестиступенчатый классический трансформатор. То есть, что-то дает надежность, простоту. Но при этом динамика, ускорение с 80 до 120 может быть меньше ожиданий. Потому что передача более длинная, скорость переключения чуть более низкая. Трогается с места, в общем-то, легко. В принципе, вообще в салоне, кстати, достаточно тихо. Крутилками у нас регулируется температура, а вот этими кнопками скорость обдува. Ну и направление я всегда люблю, когда в ноги. Автомобиль оборудован для любителей экологии системой Start-Stop, которая глохнет почти на каждом перекрестке. Поэтому я ее отключаю. Start-Stop System Deactivated. Сидение, кстати, достаточно удобное. Благодаря регулировкам я прям точно настроился. Руль. Немножко тонкий, мне кажется. Чуть-чуть. Ну, в принципе, типичный VW. Меня очень порадовало, когда я увидел дюймовку нашей мультимедиа-системы. Но это казалось немножко обманом. Потому что большую часть из них составляет такая рамка зеркальная. А внутри, собственно говоря, сам мониторчик, ну, в общем-то, не очень-то и большой. Кстати, очень прям прогнозируемая работа педали газа и тормоза. Потому что очень часто садишься на машину и не понимаешь, как вообще на ней ехать. То есть либо тормоза слишком клевачие, либо недостаточно эффективные, либо педаль газа. То есть здесь вот прям все по-немецки точно настроено. Это приятно. То есть с первых секунд ты чувствуешь машину, чувствуешь ожидаемую от нее реакцию. Это прям вот, ну, очень хорошо. Сейчас мы съедем специально на относительно безлюдный участок трассы. Здесь почти нет трафика. Сейчас чуть-чуть поддадим ему динамики, когда закончится жилая зона. И немножко помотаем машинку вправо-влево. Посмотрим, насколько контроль будет хороший. Что могу сказать? Ход за рулем очень хороший. Единственное, что я боюсь все-таки излишне баловать. Потому что обочины здесь у меня совсем нет. И в экстремальной ситуации повода для спасения не будет. Но вот в рамках 78-ми такая легкая болтанка объезда какого-то препятствия. Абсолютно безопасный. Торможение состава произошло почти мгновенно. То есть тормоза прям твердые. 5 из 5, 9 с половиной из 10. Причем хороший показатель. Я останавливаюсь все время именно там, где я хочу. Не проезжая, не переезжая. Прогнозируемость, как работают педали газа, тормоза и эффективность торможения. Ну, они вот мне абсолютно понятны. Друзья, впереди взять что-нибудь попить. Потому что очень жарко. И проверить, насколько гостеприимная у нас история с нашими подстаканничками. Так, ну что, друзья. В турбированный мотор мы заливаем только 95-й бензин, не меньше. Есть любители поэкономить, но я прям отчаянно не рекомендую. Официальный расход топлива вы сейчас видите на своих экранах. Это данные производители. В нашем случае ставлю 100 долларов против одного. Будет минимум на 50% больше. Тестовый режим. Здравствуйте. Можно мне большой капучино, а водичку я выберу сам. О, новая водичка. Попробуем. Ну, друзья, проверим, насколько гостеприимно джетто. Примем сейчас традиционный набор путешественника. Кофе для бодрости и водичку для свежести. Так, открываем шторку, ставим водичку. Ну вот, я говорю, отсутствие фиксаторов не очень удобно. Зато большой стакан сюда встает буквально идеально. Ну что, баки полны. Поехали. Китайские лошадки понеслись. Ну нет, нормально, правда нормально. Ну, водитель плюс два пассажира. Тормоза, еще раз хвалю прям. Тормоза, ну вот то, что надо. Шумов стало больше на трассе. Асфальт такой пупырчатый. И прям звуки долетают. Первый большой китайско-немецкий плюс. Вот впервые еду на китайце без всяких скачиваний, приложений. Без каких-то там шумов, барабанов и так далее. Я просто воткнул в USB свой iPhone и на тебе Apple CarPlay. Ну, блин, как же это прекрасно. То есть я настолько это привык к своему автомобилю. Любых других европейских автомобилей. А у китайцев почему-то нет прямой интеграции. Если я не прав, напишите в комментариях. Но я еще ни одну машину не тестил. Так что просто после включения провода ты нажал синхронизировать и все заработало. Вот это прям чудо. Друзья, вот сейчас у нас участок идеального нового асфальта. И ноль претензий у меня к шумоизоляции. Чуть-чуть слышно мотор. Буквально чуть-чуть. Вообще не слышу ни арок, ничего. Если вы живете в городе с прекрасными дорогами. Есть ли такой в России? Может быть, один-два есть? А вот сейчас будем проезжать вот эти вот шумовые полицейские. Да, тоже нормально. Слушайте, я думал в нем, судя по изоляции арок, будет просто беда. Но в принципе пока ничего. Ждем грунт. Там будет все понятно. Друзья, и на идеальном асфальте еще и курсовая устойчивость у нас прям идеальная. Если вот небольшой поворот. Ну вот я метров 300, наверное, ехал. Прям не держась за руль. То есть курс держит точную. Ну все, друзья, заканчивается для джеты. Прекрасный асфальт. Мы уже поняли, что по асфальту машина едет хорошо. Претензий ноль. Но прямо сейчас у нас начнется не то чтобы деревенская дорога. Деревенская дорога, которая будет в совсем безобразном состоянии. И вот она. Сейчас мы и арочки послушаем, и как работает подвесочка. Ребятки, дорога у нас все хуже и хуже. И тут в минус начинает ей играть то, что у нас было в плюс на трассе. 18 диаметр. И ну жестковато прям проходит. Тогда какие-то прям вот такие стыки неприятные, когда какие-то ямки. Поэтому скорость снижаем до 25-30. Ну а здесь прям, мне кажется, на каком-нибудь пузотерочке можно и бампер оторвать. Но мы вроде как идем. Кстати, геометрия у Таоса, у Корока и, соответственно, у Джеты неплохая. То есть я не боюсь задеть бампера. Но при этом диски буду беречь. Ребят, вот в поле в зеленом, по-моему, пшеница растет. Надеюсь, у нас такой участок дороги прямой. Слушай, просто ради красивых кадров здесь покатаемся. И вот по такой полевой дороге она идет просто отлично. Классивный тест, ребята. Работаем рулем вправо. Ох, вот здесь бы не тормозить, но ямки. А тут вот прям можно бампер оторвать. Поэтому тормозим. Ну, друзья, помотало нас по полевым, условно говоря, неплохим дорогам. По отвратительной совершенно грунтовке, которая, мне кажется, создана, чтобы убивать автомобили. Что могу сказать? Есть ощущение, что мы попали примерно на 10 лет назад. В каком плане? С одной стороны, когда мы все еще сидим за рулем немецкого автомобиля, потому что управляемость на вот этой вот мелкодисперсной торфяной трассе, она просто потрясающая. Это не комплимент, еще раз повторюсь. Это именно очень высокая оценка управляемости автомобиля на сложных грунтах. Автомобиль управляется абсолютно по-немецки, абсолютно точно и, в принципе, ну, за пределами ожиданий. В мягкости подвески хотелось бы больше. Почему? Потому что вот эти вот 18-е колеса, упругая прям подвеска на вот такой вот отвратной дороге, ну, прям местами неприятная. То есть надо облизывать, ехать не спеша и так далее. Но именно, что касается управляемости на высоких скоростях и та управляемость, которая отвечает за безопасность в экстренных ситуациях, она здесь, ну, прям на неожидаемой для китайцев высоте. Но, опять же, наверное, благодаря немецким инженерам. Если основа ваших путешествий – это нормальные, хорошие, средние дороги или время от времени вы езжаете на плохие, то здесь, конечно, плюсов будет гораздо больше, чем минусов. Слушайте, а где-то рядом мы совсем с чудом света. Называется оно Вятские Мальдивы. Наименовали его озеро Виктора Цоя. Здесь потрясающего цвета голубая вода, если, конечно, я сегодня всю не взбалламутили. Друзья, у нас последнее внедорожное испытание, но очень ответственное. Вот такой вот горб глиняный для того, чтобы подъехать прямо к красоте. Я надеюсь, что короткая база нашего автомобиля позволит ее преодолеть. Вся команда у меня сейчас внимательно смотрит за бамперами и за днищем, потому что если сесть на днище, нас придется отсюда вертолетом поднимать. Ну что, собственно говоря, любим мы такие приключения. Поехали! Поехали! Вот сейчас не отрываем бампер, но самый сложный горб уже прошли. Ну все, впереди красота! Мы ее заслужили! Поехали! Мы на месте, на знаменитых Виатских Мальдивах. Сейчас мы заслужили небольшой отдых. Естественно, здесь надо искупаться. Автомобиль нас пока подождет. И что-то мне кажется, что вот один из прекрасных планов у нас будет в тех карьерах. Поехали! Поехали! Посмотрите, что мы будем...? Субтитры подогнал «Симон» 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 Но даже если вы куда-то в красоту заехали, имейте в виду, что возвращаться вам придется, возможно, с какими-то приключениями Вот, соответственно, в таких ситуациях, что от вас требуется просто внимательность, ну и желательно какая-то внешняя поддержка, ну, чтобы кто-то рядом смотрел, поглядывал Мы, в общем-то, с честью из этой ситуации выбрались Все хорошо, без какой вспомогательной помощи, даже оператора не пришлось толкать, простите, как это было, кстати, в позапрошлой программе Ну, вообще, вот в том месте, где мы были с вами, у озера, туда проехали только Нива, квадроциклы и мотоциклы Еще раз повторюсь, что самое неприятное для него, это как раз дорога, по которой мы сейчас едем Долго ехать по такой дороге на джете вам не понравится То есть это не Land Cruiser 300, не пневмоподвеска, которая сожрет все, что под колесами Здесь вы будете это ощущать, и у вас будет желание беречь машину Даже после километра такой дороги, единственное, чего хочется, это вернуться на нормальный асфальт Ребятушки, асфальт! Асфальт! Раз, два, три, все, джет-то в своей стихии Ой, как хорошо-то! Ой, как хорошо! Фу, слава богу! Мы специально сейчас делаем крюк длиной километров, наверное, 12 или даже 15 Для того, чтобы не тряснить 7 километров по вот такой вот отвратительной, каменной практически, грунтовке У нас, кстати, бесплатный пассажир оценивает качество пластика, мне кажется, тоже ему немножко жестковато Подводим итог, кому, зачем покупать джету Первое. Если вы боитесь всего китайского, а ничего другого на рынке нет, стоит обратить внимание на этот автомобиль Почему? Потому что, во-первых, самая большая проблема китайцев, это то, что большинство запчастей еще не каталогизированы И все вам покупать придется у дилера Конечно, большую часть проблем закрывает гарантия, но какие-то расходники, которые под гарантию не попадают вам, придется покупать самостоятельно У Volkswagen, конечно же, несмотря на то, что этот автомобиль в Китае производится, уже все каталогизировано Большинство запчастей взаимозаменяемыми, проблем с ними никаких нет и быть не может Поэтому в этом плане вы полностью застрахованы и перестрахованы Кроме того, огромный опыт концерна VAG в создании автомобилей, безусловно, в этой машине читается Но в то же время вы должны понимать, что вы берете все-таки VAG Ну, некого такого эконом-класса, как кто-то у меня пошутил из знакомых Что Volkswagen с AliExpress Но при этом поставщик гарантирует вам и 2 года гарантии или 100 тысяч пробега То есть это стандартная Volkswagen гарантия И мало того, у первых покупателей даже в ПТСе вписано слово Volkswagen Чего от этой машины не ждать? Роскоши современных китайских автомобилей То есть я еще раз повторю, что вы попали как будто бы на 10 лет назад Когда автомобили еще были все очень добротные Хорошо управляемые, с хорошей шумкой Но при этом еще достаточно простые Вот этой вот огромной мультимедийности, которая кишачья современные китайские бренды Здесь нет То есть все скромное, сдержанное, по-немецки Но при этом вы можете рассчитывать на то, что этот автомобиль С точки зрения именно цельности его, структуры, платформы Он все-таки более надежный В том, что в этой машине я прочитал Volkswagen-овские гены Это абсолютно однозначно И в первую очередь это показало, когда мы делали змейку на грунтовке Автомобиль потрясающе управляется При том, что я как субарист с управляемостью вообще избалован То есть что такое хорошо управляемое автомобиль, я знаю И вот здесь джетти прям твердое Прям 5 из 5, 9 с половиной из 10 Почему машина рулится так прекрасно? Потому что сзади у нас многорычажная подвеска Это тот фактор, который, может быть, не сразу же понятно, а зачем он И вот если вы вспомните наши петельки на грунтовой дороге И исполнять такие пируэты, сохраняя прекрасное управление с автомобилем Помогает именно она Ну и плюс, конечно же, с одной стороны нежность А с другой стороны вольготность системы стабилизации То есть это дает и удовольствие от управления И безопасность Потому что крепко вас держит машина в нужной траектории По шумам, да Можно ее немножко шумоизолировать Но, опять же, шумы не такие критичные, как я прогнозировал Глядя на машину в салоне Да, есть как бы недостатки по опциям То есть, например, ну сзади нет подлокотника Печально это? Ну, наверное, да Но, с другой стороны, 75% пользователей автомобиля Это непосредственно водитель То есть, и чаще всего он возит только пассажира спереди Ну да, деткам сзади будет некуда поставить кофейный стаканчик Или молочный коктейль Но, опять же, тут Jetta дает нам плюс Есть Apple CarPlay Который просто с подключения провода С минутной синхронизацией У вас все в машине работает, как в вашем мобильном телефоне Очевиднейший плюс Потому что все Яндекс-карты Ваши контакты Телефонные звонки Яндекс-музыка Все у вас сразу же уже работает Снаружился еще один недостаток в автомобиле Это отсутствие русификации мультимедийной системы Два языка, которые мы можем выбрать Это английский и китайский Китайский, конечно, надо изучать Но я думаю, что в ближайшее время Изобретут какую-нибудь прошивку Для того, чтобы всю эту историю взломать И русифицировать Подвесочка приятная И, в общем-то, если вы в 90% времени проводите в городе Или на относительно хороших трассах Я думаю, что этот автомобиль вас более чем порадует Ну а сам факт, что автомобили продают официальные дилеры Volkswagen Тоже, наверное, история в плюс На самом деле, чем быстрее ты едешь на этой машине Тем больше она тебе нравится Сейчас опять мы едем по хорошему асфальту Я бы хотел ехать еще быстрее Но рулится машина прекрасно На дороге стоит прекрасно И, конечно, ее контекст, ее использование Это хорошие дороги Трассовые дороги Катить по трассе, отправиться на ней, например, на юг Куда-то далеко Прям, я думаю, что большое удовольствие получите Ну прям вот вообще ноль нареканий Поэтому, друзья мои, не верьте блогерам Не верьте мне Если вас интересует машина в данном классе А стоимость этой машины на сегодняшний день 2 миллиона 590 тысяч рублей То приезжайте в дилерские центры Jetta В Кирове находится по адресу указанном вот здесь И, соответственно, протестируйте И составьте собственное мнение Попробуйте сами отыскать Что в этой машине от Volkswagen А что в этой машине исключительно из Китая С вами был Виталий Трейден Проект ProTestDrive Рад был рассказать вам про эту машину И поскольку мой канал оживая Спустя год-полтора Каждый ваш лайк и комментарий Мне очень важно И я вам за него признателен Увидимся на новых тестах На новых программах На дорогах нашего города И нашей огромной страны Всем удачи, всех благ Обнял!